Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой YouTube-канал. В этом ролике я хочу с вами поделиться своими эмоциями и впечатлениями после нескольких месяцев введения нового YouTube-канала. Напомню, что я где-то в марте вроде как приняла трудное, очень трудное для себя решение уйти со своего первого возлюбленного, просто моего любимого канала, моего такого маленького блэша, можно сказать, над которым я работала последние много-много лет. Я даже не помню, сколько ему лет, ну лет пять точно, она же больше. И не могу сказать, что я какой-то супер успешный блогер, там не миллионник и даже не десятитысячник, но все-таки мне этот блог был очень дорог, потому что это моя жизнь, это мои воспоминания, и я на самом деле часто пересматриваю какие-то свои ролики, чтобы просто, ну вы знаете, окунуться в прошлое, вспомнить, как я выглядела, что я делала, чем занималась вообще, какие мысли у меня на тот момент были. И да, если просто для тех, кто еще не в курсе, может мои новые подписчики не знают, почему я вообще ушла и приняла, это нелегкое для себя решение, все началось с меня, с моей безответственности, с моей какой-то потери периодичности. Я забрасывала канал неоднократно, даже на полгода у меня были какие-то такие неприятные моменты. И в итоге Дзен, Дзен, Дзен я тоже веду, в итоге Ютуб на меня обиделся, и они перестали так активно продвигать мой канал, мои видеоролики, ну грубо говоря, как бы я потом, после всех этих перерывов, часто не снимала видео, какие бы они ни были качественные, замечательные, актуальные, ну ничего тебе, в общем-то, не светит, потому что ты плохой автор, безответственный автор, и канал ты ведешь плохо, и, в общем-то, сама я виновата. Ну и вторая причина была такая, больше, конечно, моя, когда я так смотрела мельком на свой канал, я не видела в нем какой-то специализации, какой-то тематики, это была ранее сборная солянка, и учитывая то, что я формировала канал по, ну даже не знаю, в какой конкретно области, но ближе все-таки к творческой, писательской и психологии, ну что в итоге, там макияжа тебе какие-то, и прогулки, и собаки, и книги, и не книги, в общем, было так много всего, что в этом можно было просто заблудиться. Конечно, наверное, был бы неплохой выход просто переименовать канал и вести его реально в стиле лайфстайл. Ну, знаете, очень много таких блогеров, ну в частности, наверное, все-таки женского пола, которые любят, ну такой лайфстайл-блог, вот просто я и моя жизнь, как я все это веду, такой личный дневник, но я решила, что, ну все склоняется к тому, чтобы я начинала новое, и на момент моего ухода на моем ютуб-канале Лени Лоренц было более 7 тысяч подписчиков. Я иногда захожу на этот канал, к сожалению, друзья, я не отвечаю на комментарии, я больше не слежу за этим каналом, как это было раньше, просто я как-то зашла, и смотрю, подписчики, блин, прибавляются, и думаю, а, да как так-то, почему вы это делаете? У меня есть новый канал, новый, в который я вкладываюсь вообще с удвоенной энергией, любовью и вниманием, вот, поэтому, да, мне немножко неловко перед теми, кто оставляет комментарии там, и не в курсе вообще, что я типа ушла, вот, поэтому, если вы вдруг смотрите этот ролик, друзья, если вы хотите какой-то совет, или просто оставить комментарий, напишите его на этом канале, знаю, что, наверное, это не очень своевременно, но все-таки. Текущая ситуация с моим новым блогом, с новым названием, которое называется теперь Лени и я, черно-белые псы, ситуация такая достаточно смехотворная, потому что у меня всего лишь 130 там с лишним подписчиков, но, что очень и очень интересно, на моем старом канале Лени Лоренс, последний год были абсолютно такие же показатели, как на моем новом канале, на котором всего 130 подписчиков, да, но на Лени Лоренс, учитывайте, 7 тысяч подписчиков с лишним, а на этом канале 100, чуть больше 100, но показатели, просмотры абсолютно одинаковые вот за последний год. Что еще стоит отметить, у меня появилось большое количество, ну как большое, ну для меня, для этого большое, большое количество людей, вот таких новых подписчиков, вы знаете, которые случайно нашли меня, например, на Дзене, я на Дзене также оставляю все свои ссылки на соцсети, на Ютуб в том числе, много таких новеньких, и мне это очень приятно, что наконец-то моя аудитория хоть как-то расширяется, потому что меня терзали смутные сомнения, что вот эти 7 тысяч подписчиков, ну большая часть из них, они были какие-то сонные или, я не знаю, я никогда ничего не накручивала, я никогда не использовала никаких там методов сторонних, я просто делала контент и все, на него или приходили, или не приходили. Но вот эти 7 тысяч, вот последний год просмотров было на каждом видео, ну 100-200, там, ну максимум, может быть 600, если какая тема вообще интересная. То есть меня посещала мысль, что активность на моем Ютуб-канале это буквально 100-200 человек, то есть то, что в принципе я наблюдаю сейчас. Также текущая ситуация на моем новом Ютуб-канале радует меня по той причине, что наоборот пока что еще мало подписчиков, и я чувствую такой, знаете, такой внутренний ажиотаж. Знаете, когда вы начинаете что-то новое, новый канал, и я помню вот те эмоции, которые я испытывала, заводя Ютуб-канал свой первый, Лени Лоренц, и сейчас я испытываю вот реально тоже что-то такое подобное. И то, что у меня 100, ну чуть больше сотки подписчиков, меня немножко так тоже держит в тонусе, потому что я имею возможность и силы отвечать практически всем комментаторам. Я считаю на самом деле, ну это так и знаете, показанием уважения к собственным зрителям, к своей аудитории, потому что вы снимаете все равно для них, не только для себя, да, но все равно, чтобы какую-то пользу приносить аудитории своей. И если комментарий какой-то, ну хороший, то я обязательно-обязательно на него отвечу. И вообще для меня это, наверное, отдельная такая графа, отдельная, знаете, подраздел в моем графике жизни отвечать на комментарий. Бывает так, что я отвечаю не сразу, но я всегда держу в голове какие-то интересные высказывания, и потом все равно к ним возвращаюсь. Так что вот так вот. Если мы немножко так сравним платформу Яндекс.Дзена и Ютуба именно в плане создания и публикации видеороликов, то я могу сказать, что, конечно, Ютуб прекрасен своим удобством, комфортным и адекватностью по отношению к своим авторам. Но это однозначно. Если вдруг что-то случится, и какой-то там заимствованный у вас там контент, картинка или музыка, то Ютуб неизмедлительно вам на это укажет, и в ваших же интересах все это дело удалить, исправить, перезалить, и работать дальше над каналом, как ни в всем не бывало. То есть да, может, конечно, вынесут какое-то предупреждение, но вы все исправите, и все будет в порядке. И на Яндекс.Дзен такого нет. На Яндекс.Дзен это вообще неадекватная платформа, как я считаю. Не только для видеоблогеров, но и для пишущих авторов это понятно. Единственное, что, конечно, хорошо, это трафик, что меня, кстати, и держит. То есть о тебе узнает большое количество людей. И если вы хотите каким-то образом, может быть, даже во временной такой перспективе, продвинуть свои сайты, свой тот же Ютуб-канал, ну или просто себя, вы знаете, как авторитетный источник, я считаю, что Яндекс.Дзен это неплохая такая подоплека, в том числе и для заработка. Ну, скажем так, что мне Яндекс.Дзен, ну, он дает достаточно ощутимый заработок, который, я, конечно, не живу на него прям весь, но там реально пойти купить собакам покушать, что-нибудь, подарки, какие-то еще что-то, то есть это реально ощутимо, это такая приятная помощь, приятная подработка. То есть это здорово в этом плане. Но ставить, да, класть все яйца в одну корзину, ставить все на одну лошадь на этот Яндекс.Дзен я, конечно, не рекомендую. Также Дзен, конечно же, он поддерживает, поддерживает в кавычках, видеоблогеров, да. На Дзене вы мгновенно можете набрать большое количество просмотров, ваша аудитория может так значительно вырасти. Конечно, не стоит очень сильно на все это убивать, потому что тоже как такового дохода от всего этого вы не получите. Я вообще не считаю, что видео на Дзене даже с огромным миллионом, миллионом, ну реально, с многотысячными просмотрами, просмотрами приносит какие-то большие деньги. Если, конечно, там не напихано очень много рекламы, и сам блогер не заключал, например, какие-то договоры с рекламодателем. Только, наверное, вот в таком случае. Но, тем не менее, как мне кажется, вот сочетать Ютуб и Яндекс.Дзен, в принципе, достаточно неплохая идея, если не ставить все на Яндекс.Дзен. Я считаю, что все равно лучше ставить на Ютуб, потому что это адекватная, нормальная, блин, платформа. Я сижу на Ютубе очень много лет, очень много лет уже скоро, наверное, будет. Скоро будет 10 лет, как я, да. Ну, не как блогер или просто как зритель. Я люблю Ютуб, я его очень уважаю. Но почему бы не попробовать еще и Яндекс.Дзен, тем более он вроде как, ну, сквозь пальцы смотрит на авторов, которые ютуберы, которые заливают свои ролики на Дзен. Если у вас указана ссылка в описании вашего канала, то, в принципе, они ничего с этим не делают. Ну, блин, учитывая, сколько на Яндекс.Дзен вообще ворованного, сколько всяких видео из ТикТока у всяких китайских, я не знаю, котиков, там люди заливают, и еще получают с этого какой-то доход, трафик весь твой забирают. Ну, да говорю, не очень адекватная, не очень уважающая авторов платформы. Что еще стоит о нем сказать? Ну, да, я вам хотела, конечно, рассказать про свои впечатления о блоге, я ударилась в Яндекс.Дзен, но это все тоже взаимосвязано, ребята, без этого никак нельзя. Ой, заключение. Заключение, заключение. Хочу сказать, что Ютуб, мой новый канал, он, вы знаете, будет функционировать и развиваться под лозунгом «Тише едешь, дальше будешь», потому что, как мне кажется, это вот именно та фраза, которая идеально описывает взаимоотношения с Ютубом. Ютуб может позволить тебе очень быстро там выстрелить каким-нибудь интересным видеороликом, и тебя реально попрет. Но чтобы вот так вот выстрелить, нужно делать, творить, создавать качественный и, конечно же, сугубо авторский контент, и всячески заботиться о своем канале, и о том, чтобы ваши зрители надолго не скучали, не теряли вас, чем я иногда грешу. Но я стараюсь на этом канале, видите, хотя бы раз в неделю хоть что-то выкидывать, что-то выпускать. Вот, поэтому, да, друзья, в заключение еще двойное заключение. Я вам скажу так, что вы заметили, наверное, что у меня произошел маленький такой ребрендинг-канал. У меня новое название, новая обложечка. И в целом у меня появился еще плейлист «Рандомные темы» и «Офф Топ», и он будет расширяться и выполняться, потому что я возвращаюсь к Ленни Лоренс. Собаки никуда не денутся, собаки будут всегда... Это жизнь моя, жизнь двумя овчарками в большом городе, то есть это нормально, это всегда будет. Но я все-таки немножко расширяюсь, и также этот канал будет не только о собаках, но и о Ленни Лоренс. Поэтому, если вам все-таки интересно следить за моей жизнью, узнавать что-то из моих уст, то подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх этому видео, не забывайте заходить на мои два блога на Дзен, все ссылки в описании, и уже очень скоро увидимся в следующих роликах. Все, до встречи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok